Добрый день, дорогие зрители канала Марина Цветы! Сегодня я хочу посоветовать вам очень простой способ для борьбы с черной ножкой нашей рассады. Дорогие друзья, в целях профилактики можно использовать древесный уголь, а если вы уже увидели такую проблему вот на своем контейнере, что одно или два растения в обычную солнечную погоду уже поникло, у вас становится бледным и упало, применяйте обязательно уже способы борьбы с черной ножкой. Это очень сложное грибковое заболевание, я о нем сняла отдельное видео. Но вот народное средство в борьбе с черной ножкой, это очень хорошо использоваться золой или активированным углем, растертым в порошок. Рассыпать надо по земле уголь, удалив вот это вот растение больное и вот таким способом древесный уголь сможет защитить ваши посевы от черной ножки. Конечно, используем разные еще методы агроприема, профилактики черной ножки и снова обращаю внимание на то, что мы с вами должны обязательно правильно температуру придерживаться, не заливать грунт, подсвечивать наше растение. Поливаем рассаду очень аккуратно, чтобы влага не задерживалась у корневой шейки рассады, это будет очень важно. Черная ножка развивается при высокой влажности воздуха, при застойном воздухе, поэтому во избежание распространения черной ножки в помещении, где мы выращиваем рассаду, обязательно следует часто проветривать, открывать форточки. Не стоит опасаться, что прохладный воздух навредит теплолюбовым растениям. Единственное условие, чтобы не было сквозняка, это будет очень важно. Прорыхливайте почву вокруг растения, но нельзя, чтобы почва иссыхалась. В сухом грунте корни сеянцев задыхаются, поэтому присыпьте грунт древесным углем и в профилактических целях вы уже будете знать, что грибковое заболевание не поселится на вашей рассаде. Ну вот такой быстрый и скорый способ борьбы с черной ножкой. Один из способов я вам советую, поэтому я думаю, что у каждого огородника в аптечке есть обычный древесный уголь. Используйте его, посыпайте по грунту и таким способом мы с вами сделаем и профилактику от грибковых заболеваний. Очень хороший способ древесный уголь. Я забыла за него, но вот сейчас я вижу, настигает меня эта же проблема, поэтому буду быстро его использовать. Дорогие друзья, землю после такой рассады уже нежелательно использовать, если ваша рассада по причинам черной ножки погибла и вы хотите пересеять свои растения, поэтому этот грунт уже использовать нельзя. Спасибо, что вы были со мной. Вот такой небольшой совет, свой опыт я предлагаю вашему вниманию. Подписывайтесь на мой канал и мы не потеряем друг друга.